Музыка Ну вот фэмин, например, вообще, смотрю, молчит в последнее время, это нудистская лишняя хромосомность, вообще этим не занимается. Кто должен этим заниматься, как не украинской крови украинцы, которые там хотя бы несколько поколений, чтобы они как-то сорганизовались и сделали акцию, чтобы раздавать вот эти сердечки, окрыточки с Дашенькой, а на другой стороне кровавые, там кровь написать, там нарисовать. Путин, значит, жмет ручки этому Макрончику с женой или еще с кем-нибудь и раздаривать возле парламента французского этим гребанным политиком, или не гребанным, или нормальным, ну а там нормальных практически и мало. Там или вот эти липеновские дембила, лишние хромосомники, раздаривать и снимать на камеру, на их реакцию, потому что те же смотрят, о, красивая девочка, а, о, погибла, да, в Украине, а потом переворачивают, а там ихний пшивутся, ихний типа там начальник Макрон, и они оп-оп-оп отходят и выбрасывают. И снимать это все, блин, капец, кто этим заниматься будет, кто ихнюю реакцию увидит в этом мире. Потому что от них же зависит, прилетит ли бомба на Донбассе или не прилетит, от их санкций зависит это. Да, как это не понять, что, блин, ни мы, никто, ничего, ни на что не влияем, ни ВСУ, ни Добробаты, тем более, которых подмяли под ВСУ. А влияют те, которые что-то там решалово решают. Значит, их надо чморить, этих решалорешальщиков. Хоть как-то чморить, ну, хоть чем-то, блин. Ну, нельзя же так, чтобы вообще ничего не делать. Слов вообще-вообще нету никаких. Что ж, сегодня день похорон Дарьи Казимировой. Дашеньки, 15-летней девочки, красавицы, которая погибла от бомбежек преступника Путина. Да, из-за этого хоть кому-то есть в Украине что-то сказать. Тому, который вообще ни на что не влияет, и в принципе, и не в принципе, априори. Но нужно говорить и нужно влиять, так как гибнут наши христиане, украинцы, славяне. Но те в Украине, масс-медийщики, так назовем, которым есть что сказать, они не говорят ничего. И они влиятельные люди, там красавцы, как они говорят и тому подобное, всеуважаемые. Например, Гордон. Гибнут наши, может потому что они славяне, поэтому они молчат, потому что им пофигу. И они говорят только о своих кровеносных людях, которые представляют ихнюю кровь. Ну то ихнее дело, ладно. Или в принципе, они уже все сказали. Им сказать нечего, абсолютно. Как люди, которые первый раз встретились в купе поезда, обговорили всю свою жизнь, вышли и разошлись. Больше им сказать нечего. И видеть они друг друга уже, и рассматривать им друг друга уже не интересно. Хочется что-то новенького. А ничего новенького. И в принципе нет в Украине. Вот они и нагромождают эфир всяким спамом, шламом, чтобы загородить тему, самую важную, тему войны. И когда наступит обещанное освобождение Украины от захватчиков, оккупантов террористических войск Путина. Вместо этого Суркис привез в чемпионат. Тот хороший, тот Добкин, красавец, тот еще кто-то. Шуфик, Розик, Шмозик и тому подобное. Кучмы. Все, что привело к войне, к ослаблению милитарной составляющей Украины. Это весь шлам, этот весь гной с моря, который довел Украину до такого паскудного состояния в любой среде. Даже в среде националистов, которые стали ведомы и вводимы спецслужбами порошенковскими. То есть Гордону могу сказать только одно. Или он еврей, или он атеист. Третьего не дано. Если он считается евреем, еврейских кровей, но атеистом в то же время, он причисляет себя в когорту тех, кто сделали Украине голодомор. Потому что они тоже были еврейской крови, но они стали коммунистическими попытками, атеистами. Которые и привели к вот этому масштабному маньячеству над Украиной. После чего получили холокост для миллион невинных жертв этой национальности. То есть я смотрю, думаю и украинцы это видят, смотрят. Сообщение у Олега Сенцова от истощения, от авитаминоза. Зубы крошатся, отваливаются. На Донбассе как гинули украинцы, так и гинут славяне-христиане. Я думал, после того, как Макрон приехал на форум Санкт-Питер, Бург, почмокали с этой путятиной. Я думаю, может все-таки после этого что-то начнется. День-два проходит тут спецоперация СБУ. Блесковычная, блестящая. И опять все заглохло, все замолкло. Никто никуда не идет, ничего не освобождается. Ничего по умолчанию не происходит само собой. Даже Япония туда, к путятине, подключилась. Но Япония это ладно. Это как страна, которая не врубается, что же ей предпринять, с кем ей быть. И смотрит на других тех, там белые ведут между собой эти движники европейские. И она смотрит, высокопоставленные белые включились в игру с Россией. О, можно за щенам. Типа они дают отмашку, да, все нормально, теперь и Япония подключается. То есть Япония своей лично-хромосомной имперской политикой снова подтверждает всему миру, что это была не только ошибка Соединенных Штатов Америки бомбить атомной бомбой Хиросиму, а что ошибка была японского правительства, лично-хромосомно-императорского, продолжать дальше свою войну после бомбежки Хиросимы. И наплевать было, что следующий будет Нагасаки. Еще раз подтверждается политика Японии в этом, что она подсасывает у диктатора Путина, у его преступной клики шавок Кремля. То есть Франция там шманца подписал этот гребаный Макрон, миллиардный там, как Матвиенко говорит, ну путиняшая, путинская Матвиенко говорит, что подписали многомиллиардный какой-то там контракт экономического развития и тому подобное, с фирмами всякими путиновскими, и все нормально. Россия опять встает с колен, путиновская Россия. А это автоматически начинает означать, что дела преступника-бандита Путина на арене международной весьма-таки неоднозначно правомерны. Мы же видим, после того, как Путятина заняла территории Грузии, исконные, после этого Саркази начал лепить Путину мистрали. Теперь, когда Путин занял Крым и Донбасс, часть, слава богу, приезжает Макрон и плетет тоже Путину миллиардные какие-то заказы. Этот гребаный Макрон, вертолеты Каракали, от которых отказалась нормальная Польша. Правительство Туска подписало контракт на покупку этих вонючих Каракалей. Чуть ли не в полтора раза с завышенной ценой и чуть ли не в два раза большей цене в обслуживании этих долбанных военных вертолетов Каракали, которые постоянно ломаются. И сейчас есть какие-то сведения, что украинские, вот эти личные хромосомщики правительственные уже подписывают на покупку за бабло украинского обывателя, обычного простого украинца, может даже в чем-то лоха. То есть обувалово и происходит и падень сегодняшний вот этих украинцев. А естественно каждый контракт, чтобы был без отката, для нафиг он нужен, такой контракт. Сначала Тусковская Польша, социалистическая гадость продажная чисто всем. И Путину, который подсоединился к своему преступлению и расследовал в роли расследователя. Своё преступление, убийство 96 польских высокопоставленных государственных деятелей и патриотов Польши. Он их убил, а потом как Чикатило взял, подошёл сзади, говорит, да я вот Чикатило, это не я их убил, будем вместе расследовать. А у всех есть прямое обвинение на этот Чикатило, что это он там замордовала столько-то, столько-то. А международное сообщество пофигу. Ну и полякам, тусковским полякам было пофигу, что туда, к этому расследованию подключилась Россия. То есть Чикатило подключился к расследованию своих преступлений. Сейчас, слава богу, не хотят подпустить Россию, потому что это уже не тусковское правительство. Сбитие, убийство малазийского Боинга. Голландия, я так понял, не будет подключать маньяка Путина к расследованию, к этому. Как это сделали, подключились к строительству моста голландские фирмы. Гнидоподобные мрази эти фирмы. Подключились к строительству моста Путиным. Убийцей их же голландских граждан. То есть от всем всё пофигу, это понятно. То есть что ты предлагаешь? Подключаться к гражданам Украины, украинцам, самим. Как-то бороться. Как, ну хотя бы. Те, которые во Франции живут или учатся. Те, которые не бздунишки. Те, у которых хоть что-то осталось от Украины. Те, борящиеся. И те, которым не пофигу, как на них будут смотреть нормальные французы. Не гнида, а паскуды. Чтоб не ругаться. Больше откровений. Чтобы те французы скажут, вы же украинцы, а что же вы молчите, у вас такое происходит. Скажут, не, мы не молчим. Вот мы делаем. Какие-то там, может, там молодёжные организации есть. Там диаспора какая-то украинская. Чтобы они сделали какие-то там же свишки. Сердечко, на которых будет изображена Дарья Казимирова. И в Польше это могут сделать под французским посольством, амбассадой. Потому что Казимир, это польская фамилия, Кажик Казимир. Вероятно, у неё польская кровь. Значит, она частично полька. То есть, поляки должны тоже как-то в этом посодействовать. Чтобы хоть этим как-то давить на французов. То есть, сделать сердечки с фотографией Даши. В интернете много её фотографий. И раздаривать. Что-то написать там. ЖСВИ Украина, ЖСВИ Дашенька и тому подобное. А на другой стороне, как Путин, преступник, жмёт ручку Макрону. И они там вместе, сообща, делят территорию и финансы и тому подобное. То есть, вставляют палки в колёса, по-другому сказать, Америке, Трампу. Который старается шуродить эту гадость. То Соровскую, ещё какую-нибудь социалистическую. У националистов и польских, и т.д. Это тоже очень сильно не получается. Потому что они подмученные мозги имеют. То есть, нужно что-то делать на этом поприще. Мы же видим Киев, кволы. Он никакой. Чтобы не сказать больше. То есть, ну хоть как-то, ну хоть что-то же. Должны-то делать молодёжные объединения, организации. Во Франции, в Польше, в Киеве. Ни хрена ничего не делают. Берут пример с этой гадостной власти. Которая только жрёт, добро наживает. Чтобы свои детки были не там, на Донбассе, где погибла Дашенька Казимирова. А чтобы они учились, ихние детки, во Франции. В Великобритании. Там где-то ещё. Имели свои офшоры. Чтобы они и близко не сидели там, возле этой войны. Возле этих оккупаций. Возле этой же коррупции, которой они и развели эти гниды. А украинцы с этим тоже не борются. То есть я смотрю, что это вообще капец, что всем это всё нравится. Жесть. А кто с этим должен бороться? Ну, семья Даши Казимировой. Она что ли будет выделять, да, три копеечки, чтобы кто-то замолвил словечко. Да это же дело для всех. Это дело всеважности для украинцев. По всему миру украинцев. Капец, бля. Дети в міста Турецка, Донецкой області. Дякуємо посольству Чехии в Украине та громадській організації «Иніціатива Е+. За незабутній відпочинок у Карпатах. За можливість побачити красу нашої країни. Більше познайомитись з історією України та народными традициями. Наблизитесь до Европы. Отримати незабутні враження. Дякуємо! Субтитрувальниця Оля Шоріния Оля Шоріния Посміхнулася ззади, дивилась в гори. Де збері спадають вранці росі. Цвіт калини приколола в коси. Субтитрувальниця Оля Шоріния